Российский православный университет в Москве и Российский исламский университет имени шейха Кунта Хаджи Кишиева в Грозном провели первый совместный телемост «Ислам и православие. Общность этнокультурных ценностей». О цели мероприятия расскажет Светлана Соколова. Мы начинаем первый в истории телемост между Российским православным университетом и Российским исламским университетом. Это историческое событие. Первый телемост с Грозным в актовом зале Российского православного университета собрал не только студентов этого учебного заведения, но и представителей и учащихся Московского исламского университета. Прозвучали приветствия со стороны православного вуза. Как говорит Священное Писание, от избытка сердца говорят уста. У нас сердца-то и полно. Надеюсь, что и сегодня мы сможем с нами выразить наши чувства, ощущения и какие-то пожелания на будущее. У развития нашего радиолога и сотрудничества. Главное в жизни человека – это Бог. И в этой связи я рад, что молодежь выбирает в себе путь с Богом, путь изучения основ веры, путь следования вместе в сообществе молодых людей за заповедями Божьими. По ту сторону телемоста, московскую аудиторию приветствовали ректор Российского исламского университета, советник главы Чеченской республики по вопросам религии, республиканский министр панциональной политики, печати информации и другие гости. Основная задача телемоста – укрепить межэтнические и межрелигиозные связи среди молодежи. Главными темами дискуссии стали приоритет духовно-нравственных ценностей в православии и исламе, общность базовых ценностей, отношение к проблемам наркомании, экстремизма и ксенофобии. Ведь в царское время в Российской империи не было межрелигиозных войн или противостояния. Почему это было возможно? Потому что люди получали традиционные воспитания, получали необходимые знания о своей религии, о своей традиции, о своей культуре. Это им позволяло жить в мирном соцсуществовании, развивать связи, отношения, жить на одной улице, в одних городах. Контекст этой встречи знаменателен, поскольку недавно выступая перед Федеральным собранием России, президент России говорил о том, что мы очень много потеряли за последние 20 лет, особенно в духовной части жизни нашей страны. Воссоздание былого духа, возрождение духовных традиций и сдача современного российского государства. А кто как не мировые религии, как не традиционные для нашего государства, нашей страны религии, это способны сделать? В заключении участники телемоста выразили готовность в будущем повторить подобный опыт. Но главное, Российский православный университет и Российский исламский университет в ходе онлайн-встречи решили работать над созданием межвузовской кафедры религиоведения для совместных научно-исследовательских проектов и обмена студентами. Продолжение следует...